Здравствуйте, меня зовут Чихару Сано, из Японии. Так как я занимался русским языком самостоятельно в Японии или в Европе, у меня нет большого словаря, поэтому я объясню медленно, хотя я могу очень быстро объяснить по-английски, но большинство вашей не понимает, поэтому я объясню медленно по-русски, извините. Субтитры создавал DimaTorzok Помочь надо, да? Я не знаю почему Нас там слышат наши документы Можно там немного помочь Могу ли представить три доклада? Оно временно Сразу запланировано у нас два доклада Три доклада Хорошо, три подряд И в другом очереди Хорошо Спасибо Спасибо Нет, это не Извините В ошибочных математиках Приведенных в физику Я говорю впервые В начале 20 века Анри Панкале Дорожил, что невозможно решить задачу многих тел Используя дифференцирование и интегрирование В 2006 году В этом конгрессе Я доказал, что Можно решить задачу многих тел Употребляя Дифференцию и сумму Вместо дифференцирования и интегрирования Причина, по которой Дифференцирование и интегрирование Не могут решить задачу многих тел Это что С понятием Бесконечно маленькой дифференции То есть дифференциации Они не Без Сознания Заставят Энергию Поднять Понятие Направления Потому что Они Игнорируют 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 Пересекающие Члены Дифференции То, что физики и математики Должны Заключить В то время Не должно было Бросить взаимодействие Между многими телами От физики И выбегать В Вероятностную Теорию Должно было Заключить Что Дифференцирование И интегрирование Ошибочные Математики Сейчас Я Возвращаюсь К моменту Своего Прозрения Благодаря А.П. Смирнова Своему Прежнему Профессору Которому Я много Много Обязан О Несправедливости Математики А.П. Смирнов Написал И сказал Мне Что Теория Вероятностей Математически Ошибочна И Что Должно Существовать Область Ошибочных Математик В конгрессе 2006 Года Я Доложил Что Цио Ши Мури Японский Профессор Математики В Киото Университете Написал В его книге Французский Математический Групп Бурубаки И Современная Математика Что Не можно Развивать На основе Аналогического Принципа Дуальности Новые теоремы В области Теории Вероятности И в области Теории Дифференцирования И интегрирования Но В других Областях Можно Японский Профессор Мори Доложил Просто так Но Не Рассудил Почему Эти две Области Математики Не Функционируют Хорошо Я Чихару Сану Рассудил Следующим Образом Так Как Во всех Областях Математики Только Область Теории Вероятности И Область Теории Дифференцирования И интегрирования Основываются На Непрерывных Реальных Числах Недостаток Математического Функционирования Произойдет Только В этих Двух Областях А не В других Потом Я нашел Такой Математический Факт Что Существование Непрерывных Реальных Чисель Выдумеванных Только Внутри Мозга Математиков Совсем Не Обеспечено Потому Что Непрерывные Реальные Числа Есть Рекрессивно Несочетаемые Что Доказано Заключить На Основе Теории Несовершенствования Геделя Математики То есть Область Теории Вероятности И Область Теории Референцирования Основанные На Рекрессивно Несочетаемых Непрерывных Реальных Числах Есть Математические Ошибочные Области Даже Если Великие Математики Совсем Серьезно И Логически Рассудили И Заключили Их Математические Доказательства Аргебра И Дискретные Математики Как Теория Целых Чисель Теория Дифференции И Чистая Геометрия Есть Справедливые Но Геометрия Промещенная С Дифференцированием И Интегрированием Несправедливо Несправедливо Нельзя Нельзя Привести Такие Ошибочные Математики Как Теорию Вероятности Теорию Дифференцирования И Интегрирования И Геометрию Промещенную Дифференцированием И Интегрированием В Физику Между Между Прочем Я Тоже Математик Который Решил Четыре Всемирно Исторического Самого Трудного Математики Математического Задачи Извините Всемирно Исторической Самой Трудной Математической Задачи Как Предположение Двойничных Простых Чисел Голдбахское Предложение Простых Чисел Факт Что все числа Ферма После 5 Есть Умноженное Число А не простое число И Аргебраическое Доказательство Последние Теории Теории Ферма Давайте Возвращаться Во Физику То Что Дискретная Математика Справедлива Тогда Как Непрерывная Математика Ошибочно Это Пробивает И Физику И Математику То Что Физический мир Дискретен Было Утвердено Когда Обнаружили Постоянную Планка И Принцип Неопределенности Гезенберга В начале 20 века Я Яростно Критикую Вероятностную Интерпретацию Неопределенности Гезенберга Но Защищу Дискретную То есть Рационально Численную Интерпретацию Неопределенности Гезенберга Позавчера В Представлении Доказ Доклады Я Сказал Что Три понятия То есть Дискретность Физического Мира Микро и Макромира Рекрессивно Рекрессивно Сочетаемости Гейдерской Фундаментальной Математической Теории И Фрактальности Вселенной И Микро Мира Есть Почти Все Равное Понятие Что Чтобы Объяснил Позавчера Я Написал Я Написал Одинаковые Чтобы Позволять Простое Понимание Бискретность 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 Спасибо. Прекрессивно повторяется эта часть, меньше, меньше, меньше. Прекрессивная тайнимость. Герия. И фрактальность. Фрактальность – это подобное ей прогрессия, но выезжает. Прекрессивно. 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 Мало-помалу, ставя все планеты от Нептуна до Меркурия на орбиты на ряд концентрических кругов, радиусы которых являются золотым сечением. Хотя долгое время истекло с тех пор, как оно родило Нептун, его масса совсем не уменьшила, потому что иначе Солнце не умело бы привязывать Нептун к себе гравитацией. Но причина, по которой масса Солнца не уменьшается, есть то, есть что. Что-то, то есть эфир постоянно втекает в Солнце. Галилео Галилеи утвердил, что тяжелый железный мяч и легкий железный мяч, брошенный от верха падающей башен Пизы, приземлились одновременно. Эйнштейн, когда ввел эксперимент эффекта гравитационной линзы, утвердил, что даже фотон с нулевой массой, или очень маленькой массой, падает с одинаковым гравитационным ускорением. Можно утвердить, что есть что-то, которое, хватая тела, несмотря на огромную или маленькую, или нулевую массу, втягивает оно к центру тяжести звезды. Мы называем это что-то эфиром, благодаря которому постоянно втекающего в Солнце сумма энергии и массы Солнца не уменьшается. Таким образом, закон сохранения энергии, закрыв в материальном мире, и теория ненужности эфира современной физики в макромире свергнулись. В начале XX века утвердено, что наш физический мир, дискретный мир, работа, то есть энергия, является понятием, имеющим направление. САНО доказал, что применение дифференциации и интеграции непрерывных реальных чисел к энергии заставит понятие энергии бессознательно извратиться простым количеством понятия без направления. Между прочим, САНО доказал то же, что в дискретном мире вращение само равномерного кругового движения теряет направленную энергию. В дискретном мире орбитарный электрон вокруг атомного ядра продолжает почти вечно вращаться. Таким образом, тоже в микромире теория невозможности вечного двигателя, закон сохранения энергии, закрыв в материальном мире, и теория ненужности эфира современной физики в макромире и микромире свергнулись. Извините. Добавляем. 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 Второй доклад. Я не знаю, сразу по трем докладам мы будем задавать вопросы. Есть у кого-то вопросы? Спасибо, тогда может возникнуть после второго. Пожалуйста, продолжайте. Узава в университете Нагоя ошибочно критиковал принцип неопределенности Гейзенберга. Тройная ошибка. Его вид, это значит вид профессора Узава, японец. Применение теории вероятности ошибочно. Самое поведение внешней теории вероятности в физику ошибочно. И самая теория вероятности доказана ошибочно на основе теории несовершенствования Гейзеля. В его аргументе последовательность недоставала в его условиях. Когда он показал экспериментальные данные, противоречие было обнаружено, как средство чего он не смог не исказить данные. Принцип неопределенности Гейзенберга есть. Так, я скажу, это 4П. Тройное действие Гейзенберга есть. в одинаковом месте, одинаковое место нужно прощаться в два раза. Что это уравнение? Что означает, что произведение минимальной погрешности расстояния и минимальной погрешности импульса не равны нолью, а равны постоянной планке. Узава попытался утверждать такое неравенство, где σq, σr, d означают соответственно квантовая фруктурация позиций и импульса. Введен неопределенностью теории вероятности, Узава ошибочно поверил, что квантовая фруктурация и потребность погрешности измерения есть два иного разного дела. Что ошибочно, потому что здесь объект измерения есть явление фруктурации, которое имеет единое физическое содержание на физическом реальном мире. Употребляя современную вероятностную квантовую механику, которая не имеет сущностной модели квантовой фруктурации, Узава не стесняется прибавить в реальности несуществующие вероятностные члены. Такие члены, члену, такому члену, поверхности измерения, и великолепно утвердили, что неравенство продерживаться, если так и даже если так. Но не удалось, поэтому Узава выдумал данные, такие нулевые данные. Спасибо. 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 Третье. Позавчера я сказал, что электрон в реальности магнитный монополий, который преобразует свой магнитизм в электричество монополярной индексии. Это придумывание последователя из статьи Шахпаронова и описающей линию магнитной силы в форме Адванчика. И из взгляда Дирака вакуум, что вакууме есть океан электронов и позитронов. Давайте осмотреть эти равенства. Это масса, это скорость света, и здесь это энергия, которую эта масса имеет. Если преобразуем это равенство таким образом, вы видите, что в расстоянии, в скорости и в ускорении одинаковое число 3 умножено 10 на 8 степени появляется. Наш мир дискретный, наш физический мир дискретен. В мире дискретности прогрессия, которая при операции дифференции вернется к самой себе, есть прогрессия Фибоначи. Поэтому это число 3 умножено 10 на 8 степени есть число Фибоначи. Расстояние между двумя точками по звёзде по сравнению с пространством уменьшается. Из чего следует? Я сказал позавчера, что… Сначала, в первоначале Вселенной был только эфир. Очень-очень огромная сфера, сфера, огромная сфера эфира. Радиус этой сферы уменьшила мало по малому. Радиус этой сферы уменьшила. Радиус этой сферы уменьшила. Радиус этой сферы уменьшила. На поверхности этой сферы уменьшила звёзда. И ещё таким образом. И эти звёзды тоже фрактально распределяются. Внутри, в каждой планете, Внутри, это значит есть такое, такое, такое. Но внутри тоже произошло фрактальное распределение. И, наконец, эта часть стала атомом. Это фрактальное распределение, которое вызвало все звёзды, все такие атомы и ядра в центре. И орбитарные электроны вращаются тоже в расстояние золотого свечения. И, яска жюй, что, Растайяне, Сколащи, Ускариене, Фске, Число, Фибоначи. Кажется, что пространственное расстояние не изменяется при изменении скорости. Но, яска жюй, что, Этадом, САМ, Внутри, Уменяется, Мой уменьшается. Поэтому, Пасравни, Пасравни, С, Другого, Другого мира, Все дело, Все дело увеличается. И даже всякая Вселенная увеличается. Кажется, но это из-за уменьшения этого, Нашего эталона. Мы, САМ, САМ, Уменяемся. Поэтому, Все, Вселенная, Кажется, Убилить, Убилить, Убилить. 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 Время опознается, то есть возвращается. Покая масса динамической массой формирует пропорцию геометрической прогрессии, образованную радиусами орбита концентрических кругов. В доли которых вращается планета. Время опознается. 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 что магнитный монополий может контролировать массу и хот-времени и объем. Простанство. 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 Уравнение закона динамического взаимодействия Ньютона, это значит А.П. Сминова. Это уравнение, очень известное уравнение А.П. Сминова объяснит по кванте мощность левой стороны и правой стороны произойдет. Таким образом, это ошибка, что как профессор Узава в Японии, чисто математически делать операцию между двумя... Как сказать... Вариабель, как сказать по-русски? Вариабель. Теорема? Вариабель. Вотриабель. Вариабель. А переменная... Переменная? Переменная. Да, я не нащу. Да, кажется, что у меня не было достаточно времени, чтобы приготовить всё. Но я написал, что следующие вопросы не разрешены ортодоксальной современной квантовой ядерной физикой, но все разрешены Смирновской школой и Чехарусаном, принадлежащим Смирновской школе. Первое. Физический микромир крайне сложен, а в макромире царствует простая система ньютоновских законов, что парадоксально, потому что, математически говоря, сочетание сложных элементов становится даже ещё сложнее. Второе. Случайны или детерминированы ли такие явления, как радиоактивный распад радиоактивных веществ? После Копенгагенской интерпретации современная физика ввела вероятностную теорию, то есть ошибочную математику в физике без доказательства. Третье. Нейтрон не имеет электричества, а имеет магнетизм, хотя кажется, что нейтрон состоится из двух электронов и одного позитрона. Четвёртый. Электрон, когда ускорено, исчезает, излучая электромагнитную волну, но орбитальный электрон атома, хотя ускорено, не излучает электромагнитную волну. Есть квантовые условия, о которых нельзя спрашивать почему. Пятый. Температура ядра почти абсолютной нули, и ядро не взрывается. В ядре концентрируется гигантская энергия, что согласно определению термодинамической энергии о том, что он сказал. Я определил Бальцмановской энтропии. Продолжение следует... Продолжение следует... Повышается до 10 миллиардов градусов по Цельсию, тогда как такое делание случается, когда протон входит в ядро. И седьмой. Так называемое сильное действие внутри ядра только в 100 раз больше, чем электромагнитная сила. Действительно нужно ли вводить за электромагнитную силу? Ответ отрицательный. Два кварка в паре внутри ядра, когда пытаемся разнимать, взаимно тянут центростремительной силой, пропорциональной расстоянию между двумя кварками. Если удадимся разнимать пар, каждый кварк формирует новый пар. И сейчас два пара, каждый от двух кварков рождены. Ортодоксальная современная физика, не имеющая физического материя, будет ждала по чисто математической игре континуальных реальных чисел в торговании принципа неопределенностей Гейзенберга, тогда как Анатолий Павлович Сминов настаивает невероятностное торгование постоянной планки на основе моделирования динамического закона взаимодействия по кванту. Чихар Сану добавит одно слово к его торгованию постоянной планки. Как я сказал, мгновенно, это 4Пи, уравнение принципа неопределенностей Гейзенберга означает обход два раза вокруг ленты Мьобиуса. Постоянная планка включает временный период дельта Т, на котором магнитный монополий вращается два раза вдоль ленты Мьобиуса. Если временный период дельта Т вращения, на котором квантовый магнитный монополий вращается два раза, есть короток, так как это означает, что квантовый магнитный монополий вращается очень быстро, то есть энергия вращения дельта Э очень высока. Продолжение следует... В первой задачи после Капенгагенской интерпретации современная физика въявила вероятностную теорию, то есть ошибочную математику в физику без доказательства. Поклонники алтодоксальной современной квантовой физики должны математически доказать, что такая сложность микромира не линейный хаос, а случайность. Они действовательно не могут доказать, потому что их теория вероятности, то есть ошибочная математика, не оборудована средством, которое позволяет различить случайность от неринейности. Чехарусану привел дискретное неринейное, то есть хаотическое, асимптотическое, логическое уравнение от уравнения закона динамического взаимодействия Ньютона. Очень известное уравнение. Это докажет, что такие явления, как радиоактивный распад, основанный на законе динамического взаимодействия Ньютона, и докажет одновременно, почему физический микромир крайне сложен из-за неринейности, то есть хаоса, хотя тоже в микромире царствует самая простая система ньютоновских законов макромира. В конце этого доклада детально, конкретно развивать рассуждение. И решение четвертой задачи. Хотя позитрон невидимый из-за темного цвета, электрон нормально сопровожден позитроном. Если электрон ускорен электронным или магнитным полем, электромагнитно-противоположная сила действует электрон и сопровождающий позитрон. Это причина, по которой электрон, когда ускоренно, исчезает, излучая электромагнитную волну. Но орбитальный электрон атома, хотя ускоренно, не излучает электромагнитную волну. Причина есть, что расположение магнитных монополей внутри ядра отражает на распродажении орбитальных электронов на оболочек КРМН. Хотя позитрон невидимый из-за темного цвета, орбитальный электрон сопровожден позитроном. И орбитальный электрон связан с протоном протоном внутри ядра, тогда как орбитальный позитрон связан с нейтроном внутри ядра. Сила, которую протон действует на орбитальный электрон, и сила, которую нейтрон действует на орбитальный позитрон, не противоположной, а подчерственной. То есть протон тянет электрон, и нейтрон тоже тянет позитрон. Поэтому пара орбитального электрона и позитрона не разрушается. И так далее, и так далее. Спасибо. Несколько поясняющих слов Анатолий Павлович Смирнов скажет докладу. Меня поражило, что Чехару Сану не только изучил русский язык, он познал логику строения русского языка, логику изложения. И он на самом деле дал решение задачи, которые в свое время пытался решить Мах. Мах понял, что теория вероятности, вероятность наблюдения частиц со скоростью В равно позднее ВХ, ВІ. Вероятность взяли ВХ, ВІ, 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 Несостоятельно, потому что эта формула годится, когда ВХ, ВІ, ВІ, Независимы друг от друга. А на самом деле В квадрат равно ВХ квадрат плюс ВІ, ВІ, ВІ квадрат. И с этой идеей он поделился с Больсманом, после чего Больсман застрелился. Лучше таких пояснений не слышать. И то, что сейчас Чихарасана изложил, это потрясающий факт, который можно было бы решить лет 300 назад. Дело в том, что мы знаем математику Левница, континуальный мир, точечно-точечный мир, которым сейчас сидит в сознании наших физиков. Но точечно-точечный мир между двумя точками бесконечное число точек. Стало быть, по точкам двигаясь, вам требуется бесконечное число времени. То есть этот мир несостоятельный. Кстати, формула Ньютона, среди действия на скорость действия, переходит в силу реакции на скорость реакции. Это гипотаболическая зависимость. Сила от скорости. И люди, это действие элементарного акта. Это не мощность, а локальная мощность локального одного акта только. То есть это не мощность в нашем определении. Это единичного акта, который говорит о том, что природа работает постучно. Каждый элементарный акт совершается. И вот здесь, к сожалению, физика упустила фантастическую вещь. У вас может быть маленькая сила за большой скоростью движения, как фотофотоны. И может быть ситуация переходит в силу реакции, в маленькая скорость реакции. Но тогда стоит большая сила. Поэтому не требуется для распада и разрушения, кроме идиотского способа нашего, который мы используем, повышение температуры, достаточно ввести другой способ. Это фотоэффект, который в тысячи и миллионы раз более эффективен, чем существующая система. Поэтому вы правильно обсуждая, говорили, что в Гейдере там нету гигантской температуры. Там есть гигантская плотность энергии. Но это не температура, потому что температура это фруктурационная зависимость трехмерной системы. Поэтому на самом деле, вот эта вещь, это характеристика тонкого мира, который в нас работает. А вот мы, к сожалению, говорим о матерной местах, вводим материю, которая не отражает. У нас есть только пространство и время, которое не нуждается в дальнейшем снижении способов материи. Материя это форма проявления пространства и временной зависимости. Поэтому я очень благодарен Чехан Сану, что он взялся за такую гигантскую задачу. Теперь надо переворшить на этом мозге. К сожалению, вот континуальный способ привел к жуткому выводу силы действия, а силы противодействия, которые сознание восприняло как сигнал того, что никаких процессов нет. Поэтому наша континуальная система затормозила наше модельное рассмотрение. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, вопросы еще. Вопросов нет. Ну что, поблагодарим, я бы сказал, даже двух докладчиков, потому что они помогали друг другу. Спасибо Чехару Сану, спасибо Анатолий Павловичу.